Уважаемые коллеги, легко выступать, когда в зале царит такое единство. Все, безусловно, выступающие сегодня, уважаемые авторитетные эксперты нашей отрасли, высказались о главных проблемах. Я постараюсь просто на примерах остановиться на трех основных проблемах. Значит, первая проблема – это способность минерально-сырьевой базы углеводорода обеспечивать добычу в объеме 500 миллионов тонн ежегодно. И что для этого необходимо сделать, на мой взгляд. Значит, вот вверху на этом графике кривая, показывающая объемы добычи. Вы видите, какая тенденция здесь, что в последние годы, начиная с 9-го года, темпы прироста объемов добычи однонаправленно снижаются. И раньше было около 4%, потом 2%, вы видите, 1%, 1%. Сейчас 0,25, и мы прогнозируем в этих условиях, что прирост объемов добычи годовой в нашей стране дальше уже не сможет быть обеспечен. Об этом говорил руководитель Лукоила, господин Олег Перов. Тут высказал опасения, что в связи с санкциями, которые сейчас у нас на лицо и повлияют на негативную, на сервисную обстановку при гидроразрыве для обеспечения, они могут снизиться объемы до 20%. Конечно, на мой взгляд, это чрезмерные прогнозы, потому что мы верим в нашу компанию, они обязательно уже сейчас начинают искать выход, как обеспечить поддержание объемов добычи. Но даже самые оптимистические прогнозы показывают, что этот рубеж в дальнейшем не будет пересекаться. 500 миллионов тонн это по нефте, плюс там 24 это конденсата, то есть порядок вот такой. Значит, рассмотрим, как обеспечивается прирост сырьевой базы. Об этом говорил и Денис Геннадьевич, и Виктор Петрович, что показатели они в общем неплохие, но если разбираться с качественной составляющей, то даже зависливым людям трудно чему-то здесь позавидовать. Значит, вот объем финансирования, который вкладывается в геологоразведку, он здесь отражен. Это порядка 200 миллионов вкладывают недропользователи в последнее время, и 19 миллиардов, 200 миллиардов вкладываются недропользователи, и 19 миллиардов вкладывает федеральный бюджет в соответствии с долгосрочной программой. В этой программе, которая является основой для финансирования геологоразведочных работ, цифры несколько другие. Сегодня Денис Геннадьевич озвучил о возможном секвестировании на 3 миллиарда, в программе заложено 42 миллиарда, на этот год из них 20 на углеводороды, сейчас уже это будет 35 минус 3, это вы понимаете, что сокращение составит 10-15%. В условиях серьезного удорожания, а удорожание геологоразведочных работ сегодня, это носит, я бы сказал, настолько повышенный темп, связываясь с санкциями, с падением курса рубля, или с другими макроэкономическими прицелами, мы видим, что это регулирование сегодняшнего дня, поэтому объемы, я не думаю, что будут возрастать. Объемы самих геологоразведочных работ уже на сегодня, они стагнированы, к сожалению. Значит, упование на систему лицензирования, на то, что мы ориентируемся в последние 20 лет. На этом графике я попытался отразить те тенденции, которые сложились у нас в лицензировании. Значит, вот по углеводородному среде сейчас порядка 750, с небольших, вот до 775-80, недропользователей. Значит, лицензии, которые у нас обеспечиваются, они и НП, и НЭ, и НР, приобрели свои уже направленные такие тенденции. То есть лицензии на эксплуатационные, они устоялись на одном уровне в последние годы, не меняются. Лицензии сквозного типа НР, это тоже примерно на одном уровне, но вот лицензии НП, они в последние годы варьируют. И с максимального количества 306, они сейчас упали, сначала до 260, а потом вот 237-236, это то, что реалия сегодняшнего дня. Значит, рассматривая их процентном отношении, то лицензии, вы видите, что НП всего имеет 15%, в предыдущие годы даже 14%, НР у нас имеет 25%, 60% это эксплуатационные лицензии, а вверху стоит это общее количество 1383 лицензий на сегодняшний день. Мы видим, что лицензии, в которых стоит содержание георазветочных работ, оно уменьшило средства. И сейчас мы увидим на диаграммах, как это выражено реально. Значит, вот на этом слайде показана динамика сейсморазветочных работ. Значит, скажу сразу, источники получения и свода этой информации у нас одни из территориальных органов Роснету, другие из ЛС-1, это стат отчетности, поэтому данные некие могут расходиться, мы их стараемся свести, но вот это примерно объективно отражает сегодняшнюю ситуацию. Выполняемые объемы сейсморазведки 2Д за счет федерального бюджета и за счет недропользователей практически стали одного порядка. Несмотря на то, что федеральный бюджет составляет около 10% георазветочной работы, а это, я вам скажу, 2Д это региональная стадия и поисковая стадия. Значит, если мы посмотрим, как ведут себя объемы лицензионных обязательств здесь, то мы увидим, что в лицензионных обязательствах объемы сейсморазведки 2Д сокращаются от года в год. Вот эта синяя кривая, которая у нас со 192 практически тысяч, она у нас спустилась до 77. Уже. Ну, в этом году отравлен фактор, что несколько превысили практическое выполнение объема сейсморазведки 2Д, даже плановые показатели, предусмотренные в лицензионных соглашениях. Но это очень, я вам скажу, мелкая радость на фоне удручающей картинки. С другой стороны, сейсморазведка 3Д, которая направлена и которая обеспечивает разведочную стадию, стадию разведки, не глядя на рецензионные обязательства, сколько бы ни было при этом, уверенно в два раза перекрывает эти объемы, потому что недорк пользователь, он заинтересован в приросте запасов на отведенных ему участках. И он обеспечивает 3Д столько, сколько требует геологическая ситуация, знаете, на участках. И благодаря этой разведочной стадии идет у нас в основном прирост запасов, о чем, в общем, говорил Виктор Петрович в своем докладе. Значит, теперь посмотрим ситуацию с главным видом георазведочных работ обеспечивает прирост царевой базы. Это поисковое бурение, поисково-разведочное бурение. Здесь выражено. Объемы его стабилизировались в миллион, миллион сто, годовые объемы. И вы видите, какие у нас радости сегодня на лице. Значит, вот я тут выбрал в последние годы наиболее крупные открытия, которые делаются. На государственный баланс были поставлены в 2012 году всего 49 месторождений. Из них вот три самые крупные с параметром 42 миллиона тонн, 39 и 13. Это по категориям с 1 плюс 2. Значит, то же самое, даже чуть хуже 2013 год. И количество открытых в 2013 году месторождений уже 33. Значит, мы видим, что это следствие, в общем-то, основного механизма привлечения финансирования в геологоразведку. Вот на этой диаграмме показано, как стремительно вниз стремится кривая, которая отражает количество скважек, которые заложены в действующих лицензиях. Еще недавно они были 460, сейчас 264, это почти в два раза. А исполнение фактически лицензионных обязательств, оно еще хуже. В прошлом году было пробурено уже меньше 200 скважин, такого никогда не было. 195 скважин поисковых. Если мы обладаем с вами десятками тысяч структур С3, а будем 195 скважин, то становится понятно, что подготовленный задел, он растягивается у нас на сутки лет. Несоответствие объему поискового бурения, оно настолько очевидно, и констатировать его дальше, просто констатировать уже нельзя. Надо предложить меры, как исправить эту ошибку. Без этой диспропорции, которая имеется сегодня, проблемам с производством сырьевой базы не решить. Приведу в этот график, который радует душу всем геологам, на которых объемы бурения, значит, они коррелируются очень хорошо с приростом запасов. Хотя мы знаем, что прирост запасов, он отстает всегда на несколько лет, а иногда и на много лет от тех буровых объемов. Но вот тенденции, они таким образом коррелируются очень серьезно. Значит, если мы хотим действительно реально обеспечить сырьевую базу, то есть невозможно обеспечить поддержание добычи вводом всех мелких месторождений и залежей, которые открываются сегодня. Это, в принципе, физически невозможно. Поэтому, конечно, прирост крупных месторождений, о котором я говорил чуть раньше, это обязательные условия для поддержания объемов добычи, которые требуют у нас и энергостратегии, и основные параметры развития народного хозяйства в целом. И, по нашему убеждению, объем поискового бурения должен возрасти в два раза. Значит, если сейчас не меньше, чем в два раза. Значит, если сейчас у нас тратится на предыдущих диаграммах это было видно, порядка около 100 миллиардов на поисковое разведочное бурение в год вместе с недропользованием, то эта цифра должна быть порядка 200. Поэтому различные эксперты о том, что у нас дефицит порядка 100 миллиардов рублей по поисковым работам уже отмечается давно. И как изменить эту ситуацию, я постараюсь показать чуть позже. Значит, вот состав сельевой базы, о чем мы говорим. Значит, у нас основные ресурсы это категория Д1, Д2 это 56 миллиардов. Значит, нефть с запасами АБЦ1 это 17 миллиардов и еще значит 8 миллиардов это у нас С2, которая если переводить в категорию С1, опять же, будет несколько поменьше и поскромнее, чем простое суммирование этих категорий. И перспективных ресурсов категории С3 12 с лишним миллиардов. Что делать с этим объемным потенциалом российских недор при объемах бурения, о котором я говорил, непонятно. Эта диаграмма отражает степень разведанности, убийственно приговаривает нас к тому, что в тенденциях сегодняшнего дня обеспечить воспроизводство в необходимых объемах и опоисковать те ресурсы прогнозные и перспективные, которые есть сегодня у нас в балансе и в подсчетах по количественной оценке невозможно. Значит, это отражает и степень разведанности. Вы видите, что в последнее время степень разведанности установилась у нас на уровне 50% и темпы прироста разведанности практически нет. Вот с такими темпами, объемами надо уже однозначно себе сделать вывод, что мы ничего не прирастим. Та тенденция, о которой было рассказано во многих, она вот на этих данных доказывается просто однозначно. Значит, в Министерстве природных ресурсов под эгидой Роснедр было проведено совещание двухдневное. Большинство из сидящих здесь президиум и очень многие в зале присутствовали на этом. Роснедра при поддержке МПР оно направлено на целевое расходование средств на реализацию программы целевого похода в геолог и разведки. Мы вместе с коллегами геологами наметили общие контуры программы по трем параметрам. Во всяком случае мы вывели, суммировали все по провинции и у нас получилось, что необходимо для того, чтобы маломальство, изученность, необходимая для повышения инвестиционной привлекательности в лицензионных участках, это около 50 миллиардов на 2 года там у нас было рассчитано, ну то есть 20-25 миллиардов годовых надо обеспечить. Если у нас будет секвестирование, даже в этой скромной программе, о которых мы ведем речь, и которая является основой для составления планов ГРР текущих, Роснедр, и формирования перечня государства заказа, то же не может быть и речи. Поэтому вот эта задача, которую я считаю, это прежде всего надо, учитывая высокий уровень сегодня собравшихся здесь руководителей и первозаместителя, и руководителя Росгеологии послания Александра Геннадьевича Хлопонина, в котором звучит понимание, которое действительно порадовал тем, что сказал, что мы намерены, понимая стратегическое значение геологии намерены увеличить ассигнование из бюджета, значит, это должно стать реальностью, потому что дальнейшее сексифицирование развалит даже то, что сейчас устоялось на сегодняшний день. Но коренная причина роется, в общем-то, на мой взгляд, не только финансирование. Финансирование является следственной государственной политики, которая сложилась. Вот на этих диаграммах очень четко видно меры ответственности государства, которая была раньше в советское время, которая полностью обеспечивала разведочные этапы под ключ отдавала, значит, недропользователю, такого понятия не было, но отдавала государственной компанией для разработки, эксплуатации этих месторождений. После того, как у нас было оставлено за государственным сектором только региональная стадия, а поисковочно-оценочный этап ушел, значит, в компетенцию недропользователя, я могу сказать, что мы потеряли контроль на ситуации с поисковой стадии, полностью потеряли контроль. Закладываются одни цифры в программах, но механизма влияния на компанию совершенно отсутствует. Вот это то, что мы говорим последние 10 лет, о давайте разработаем меры стимулирования, это неэффективное воздействие. Я напомню, что в 2008 году была принята поправка к закону о метрах, которая регламентировала, как мы будем действовать при открытии месторождения федерального значения. После этой поправки все инвесторы ушли с российского рынка. Ну и сейчас, во время действия, когда компания открывает месторождение, а получит его она или нет, это будет решать правительство, которое выпустит постановление, убивает весь инвестиционный климат. Это надо понимать и говорить, что в этих условиях мы какие-то частные капиталы найдем в поисковую стадию, это бессмысленное занятие, только увод проблемы реальной от ее реального решения. Значит, приведу еще несколько слайдов, которые характеризуют ситуацию с финансированием геологи различных работ. Вот, 92% как мы уже видели из передних слайдов, это у нас вкладывание недропользователей компании и 8% государств. Но, при этом, распределенный фонд у нас 14% составляет по нефти и газу. И именно на этих 14% 92% осигнований сосредоточены. А те великие задачи, о которых сказал Денис Геннадьевич, то есть освоение новых регионов, переход на более глубокие горизонты, освоение нетрадиционных, это великие задачи, которые у нас занимают 85% территории, а сосредоточено на них 8% осигнований. Это значит плотность геологоразведки в распределенном фонде метр 66 тысяч рублей на квадратный метр, а в нераспределенном 1 тысяч рублей на квадратный метр. За эти деньги мы даже не можем региональных закономерностей установить ток. Поэтому вот эта карта уже давно отражает ситуацию с геологической изученностью. Новые перспективные районы, как и прежде, отличаются мизерной плотности георо-разведочных работ от восточной оседины. Можно по-разному оценивать ее перспективы, но счет, который сделан по количественной оценке, это реалии, и я считаю, он даже занижен сильно для Восточной Сибири. Поэтому прирастить и реализовать тот потенциал невозможно при плотности смартферки 0,1 и плотности бурения 2,5 на квадратный метр. Значит, учитывая, что мы будем здесь 5-6 тысяч огонных метров параметрического бурения, все наши замечательные перспективные объекты, о которых и говорилось сегодня, они стоят просто недопоискованными, неизучными. Вот Червенское поднятие. По прогнозам, которые мы сейчас сделали здесь, здесь перспективно на нем, начиная от Венда до Кембрия, значит, огромный этаж стратеграфический, здесь много пластовая залежь. В свое время там на этом поднятии бурилась, значит, средне-таймуринская скважина, она была загроблена до 2-х километров, не дойдя до проектных горизонтов примерно половины своего метража, и это сейчас не распределено в фоне. Мы на этом примере сейчас вот уже запланировали, скоро начнем бурить, и получим подтверждение моделирования, которое у нас сделано сейчас по самым новым технологиям, но это занимает столько времени, что необходимость интенсификации этого процесса, она просто кричит о себе, что надо в несколько раз это все интенсифицировать. Значит, сейсмоакустический разрез по рифовым зонам, о котором Алексей Милич говорил, вот, значит, уже лет 5-6 назад были сейсморазведки, получены небитые данные о развитии рифовых массивах погременных. изучение этих рифовых массивов было начато учеными снегимцем, вот в том числе Алексеем Миличем, который здесь присутствует, в начале 70-х лет. Прошло уже почти 50 лет, ни одна стважина не была запланирована и пробулина на ископаемые рифы кембрийской системы. То есть, этот огромный объект, высоко перспективный, не опоискованный, не утверждена, не подтверждена, его потенциальная нефтегазоносность. Хотя мы видим в разрезах естественных, в трубках удачного, на Ихале, на Геннадий Федорович хорошо знает, там самое излияние нефти жидкой с хорошими данными качествами. Она прямо в открытых карьерах, где добывают алмазы. Это факт, подтверждающий перспективы этого этажа. Вот такими темпами мы будем к этому двигаться еще очень долго. Значит, сейчас выделены несколько приоритетных зон, Гитарна-Хаттинская является одной из них. Там сконцентрированы огромные объемы сейчас сейсморазведки и запланирована одна пока скважина глубокого бурения. В программе у нас там порядка 18 скважин. Понимаете, как их реализовывать? Это параметрические скважины, я не говорю, а поисковому так ищу. Значит, необходимы эти средства, которые отпускают, как минимум отстоять и приумножить, естественно. То же самое и в сейско-атонском прогибе, где аналоги с западной Сибири, они прямые, геологические, продолжаются. Значит, выйти эти объекты у нас не востребуют. Поэтому Геннадий Федорович меня торопит очень сильно, у меня еще только половина, чуть-чуть больше сделано, я могу, в общем, прекратить, сразу пропустить все и выводом перейти. Но если позволите еще 5-7 минут, то я закончу. Да, конечно, нам просто нужно еще обязательно послушать тех, для кого мы этот педагог шьем. Значит, вот, коллеги, при реализации этой программы, хорошо, Геннадий Федорович, я быстро. Значит, вот это все объекты региональные, которые будут опоискованы, если реализовать программу. Если не реализовать, мы так и ничего не получим. Вот мы провели биологию экономического оценки, это важно. Эти данные сейчас впервые за 20 лет. свод по России с нашими замечательными партнерами из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы, Саратова. Значит, мы сделали, проанализировали 89 НГО на этом деле. И вот картиночку получили, что позволяет сделать реализация опоискования солевой базы. Это 45 тысяч мелких, очень мелких залежей, 4800 до 3 миллионов полторы тысячи до 10 миллионов, 440 до 30 и так далее получилось. Здесь я сразу скажу, я человек осторожный, здесь не приведены коэффициенты, которые у нас сложились на сегодняшний день, в несколько раз показатели будут ниже реальных открытых, этому должна отдавать себе отчет. Но все равно это сотни средних и десятки крупных месторождений, которые могут быть открыты, результаты и используют на уже установленных территориях снефтегазоносных. Но ценность недра вы видите, это у нас Западная Сибирь, Лена Тунгусская и Волга Уральская и так далее дальше. Еще один аспект, я тогда очень кратко скажу в нескольких словах, по нетрадиционным источникам. Это тоже у нас огромный резерв прироста, я уже это показывал, огромные поля и перспективы, которые оцениваются гораздо выше, чем нефтеносные сланцевые толщи Соединенных Штатов Америки, только одна Баженовская свита перекрывает ресурсный извлекаемый потенциал в два снижнего раза. Но проблемы у нас остаются. Не буду уже перечислять все эти проблемы, хочу просто сказать, что концепцию еще раз хочу сказать, нельзя без нее вступать в этот сложный процесс. Во-первых, нет прямой аналогии и параметра мы не можем переносить в Соединенных Штатов ни экономические, ни геологические, ни ландшафтные. Мы можем взять только за основу, для этого нужно разработать концепцию, привлечь всех заинтересованных исполнителей в рамках и, конечно, делать на основе государственной программы. Иначе раскачка этого процесса, да еще это усугубляется теми серьезнейшими санкциями, которые накладываются на нашу нефтедобывающий комплекс сегодня, это без такой концепции, без программы в дальнейшем просто нереально. Это займет у нас 50-60 лет. Я здесь показываю, только хотел показать, как развивается технология и уменьшается средство, которое предусматривается на разработку сланцевой нефти. Себестоимость упала в несколько раз так. Понимаете, то есть перспектива есть, но это огромный затратный механизм. Учитывая депутат времени, перехожу к выводам. Я эти выводы у вас есть, я их сразу рекомендую, естественно, в решение там, на ваше усмотрение, что вы возьмете, что нет, но я хочу подчеркнуть сегодня. Нельзя рассчитывать на привлечение инвестиций частного бизнеса и решить проблемы поисковой стати. Необходимо привлекать средства из государственного бюджета. Как это сделать, есть разные механизмы. Первый это ВМСБ, Виктор Петрович, о котором очень много говорил. Второе, это значит можно вспомнить, что в восьмом году прошло незамеченное событие, что на волне кризиса компания подали в правительство и правительство приняло изменения величины необлагаемой налогом ставки с 9 долларов за баррель до 15. Это сразу привело к выпадению из бюджета годового порядка 150-160 миллиардов с тех пор, как с 11-го года был принят поправлен к налоговому кодексу на эту тему. Это деньги ушли из геологоразведки коллеги. И они обязаны туда вернуться. Кризис тот прошел. Компания как говорится у нас показатели по прибыли они имеют лучше, чем у наших зарубежных конкурентов. Поэтому надо рассмотреть этот вопрос и вернуть эти бюджетные деньги туда, откуда берутся прибыли. Третий вариант, как это сделать, это, слава богу, созданный государственный холдинг компания Росгеологии. Сейчас в том состоянии, в котором нет, несмотря на то, что на 50 компаний предприятий интегрировало, подписываются документы и счет, она требует усиления существенного производственного потенциала, прежде всего польсковых мощностей. Здесь государство должно пойти на то, чтобы выделить длительные кредиты на несколько десятилетий под обоснованную программу, которая именно направит на поисковый этап. Это государственная программа. Здесь действие закона о метрах может быть серьезно облегчено для государственных соцелей. Поэтому завоевание ниши этой компании именно поисковых работ, которые с огромным дефицитом, это совместные усилия правительства, геологические службы всей, которая есть у нас, Министерство природных ресурсов. И необходимость доказания этого позволит финансирование порядка 20-40 миллиардов в год, которые выделит Росгеология на поисковые работы, она сразу придаст потенциал, приведет в течение 5-7 лет к открытию серьезных месторождений и позволит в конечном итоге решить проблемы с воспроизводством сырьевой базы углеводородов. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok